всем привет сегодня мы с вами попытаемся максимально коротко поговорить про те колонки которые представлены передо мною и постараемся ответить на вопрос какую же из них приобрести когда у нас бюджет ограничен суммой в 3000 рублей ну скажем так условно ограничен суммы в 3000 рублей потому что некоторые колонки отлично помещаются в этот бюджет а некоторые колонки то дороже стоят то дешевле и иногда они помещаются иногда не помещаются в этот бюджет Ничего не поделаешь. На данный момент у нас колонка JBL GO 3 стоит 2600 рублей. MIFO A10 Plus 2300-2500 рублей. Колонка Anker Soundcore 2 и Anker Soundcore Select 2300-2500 рублей. Колонка Sony XB12 начинается от 3000 рублей. Да, она сейчас есть в продаже по этой стоимости. Колонка Anker Soundcore Flair на данный момент стоит 4000 рублей. На распродаже вроде как должна стоить 3800 рублей. Но я ее купил за стоимость 3000 рублей. А также видел, что она по распродаже бывает даже за 2700 рублей в магазине, в ДНС, в России. Колонка MD6110. Лично я ее купил за 1800 рублей. Но на данный момент у нее стоимость почему-то подскочила до стоимости в 3300 рублей. Итак, давайте по порядку. Колонка JBL GO 3. Это у нас самая маленькая, самая компактная колонка. При всем при этом она звучит достаточно на хорошем уровне, естественно. Из-за того, что она самая маленькая, она и звучит у нас немножечко тише, чем другие. Но она звучит очень сравнимо по громкости с колонками Anker Soundcore 2 и Anker Soundcore Select. А также она очень близка к колонке Sony XB12. Колонка MIFO A10+, колонка Anker Soundcore Flair и колонка MD6110 у нас громче, чем остальные. Значит, у нас здесь достаточно слабый аккумулятор, поэтому колонка на максимальной громкости у нас садится всего лишь за 2 часа прослушивания музыки. Ну а на средней же громкости она у нас работает примерно 5 часов. Также в колонке JBL GO 3 у нас отсутствует функция громкой связи и нет входа под 3-5 мм джек. Но зато заряжается эта колонка у нас через порт USB Type-C. Далее у нас колонка MIFO A10+. Здесь у нас и высокая громкость, и довольно-таки хорошие низкие частоты. Дополнительно мы можем на этой колонке слушать музыку через порт USB-A, то есть используя обычную флешку, а также через карту памяти. Все замечательно и все здорово. На цифрах и на словах все отлично. Есть один момент. Лично я могу сказать, что мне звучание в этой колонке слегка не нравится в высокочастотном диапазоне. Оно какое-то уж слишком навязчивое, слишком назойливое, и когда слушаешь музыку с этой колонки, то как будто бы закладывают уши. Но это лично мое ощущение, но правда не только мое, я еще также давал послушать эту колонку своим знакомым, и у некоторых людей тоже были такие же ощущения. Поэтому имейте в виду, если вы, так скажем, как-то особенно относитесь к высокочастотному диапазоне, то эта колонка вам может не понравиться. Во всем остальном, если не брать это в учет, то колонка отличная и, наверное, лучшая среди этих колонок за стоимость в 2500 рублей. Дальше колонка Anker Soundcore 2 и Anker Soundcore Select. Эти колонки у нас очень похожи. Отличие лишь такое. Anker Soundcore 2 у нас может соединяться с другой такой же колонкой, а Anker Soundcore Select у нас не может объединяться в стереопару с другой такой же колонкой. Есть еще отличия по Bluetooth версиям и так далее, но на самом деле в реальности это практически никак не отражается. Задержка звука, точнее отставание звука от видео практически одинаковая, что у одной, что у другой колонки. По поводу степени водозащиты у нас тут тоже разные параметры, но колонки на самом деле идентично выглядят, поэтому я думаю, что у них и степень защиты у обеих IPX5, но на IPX7 надеяться, наверное, не стоит, хоть и написано, что это так. По звучанию, значит, эти у нас колонки одинаковы между собою, значит, звук у колонки Anker Soundcore 2 и Soundcore Select располагается где-то посередке между GBR GO 3 и MIFO A10+. Звучание в целом сбалансированное и приятное. Скажем так, на 2500 рублей в таком размере мне кажется, что эта колонка не звучит. Хотелось бы ее видеть по стоимости где-то в районе 2000 рублей или же подешевле, но, к сожалению, цена на нее поднялась, и сейчас она стоит от 2300 до 2500 рублей, как я уже сказал. И несмотря на все это, несмотря на возросшую цену, все же колонка у нас по-прежнему остается хорошей и интересной. По низким частотам огромного преимущества по сравнению с колонкой GBR GO 3 здесь нету, но все же оно есть. Все же она звучит несколько громче, чем GBR, несколько более объемно и несколько приятнее, чем колонка GBR GO 3. Колонка MIFO A10+, A10+, у нас звучит в целом лучше, громче и более басовито, но за исключением высокочастотного диапазона. Как я уже сказал, здесь мне это звучание не нравится. Здесь звук более сбалансированный и более приятный лично для моего уха. Вам, может быть, конечно же, все будет иначе, поэтому желательно все же эти колонки постараться как-то прослушать, прежде чем купить. Так, переходим дальше. Кстати, да, стоит упомянуть, колонки у нас, которые могут объединяться в стереопару с другой такой же колонкой, это MIFO A10+, Soundcore 2, Sony XB12 и Anker Soundcore Flare. Причем Flare у нас может объединяться не только с такой же колонкой, как остальные, но также и может объединиться с более старшей колонкой Flare Plus. И в паре они звучат, между прочим, очень даже здорово. Колонка MD6110 и колонка GBR GO 3 в стереопару у нас объединяться не могут. Далее поговорим про колонку Sony XB12. Эта колонка довольно-таки интересная. Стоимость у нее, как я уже сказал, начинается от 3000 рублей. И в своем форм-факторе она довольно-таки неплохо звучит. Недостаток этой колонки у нас в том, что она на средней громкости у нас играет немножечко неполноценно. У нее не хватает низких частот. Когда же мы с вами прибавляем громкость выше среднего и на максимальную, то низкие частоты здесь подтягиваются и звучание становится более интересным и более, так скажем, сильным. Причем ее плюс в том, что она даже на максимальной громкости у нас не портится по звуку. То есть она звучит без искажений. Но при всем при этом колонка на максимальной громкости у нас проиграет всего лишь несколько часов, после чего колонка автоматически избавляет громкость, не давая быстро разрядиться аккумулятору. Поэтому такая вот у нее интересная особенность. И это очень-очень жаль. Потому что, как я уже сказал, когда она избавляет громкости, то и звучание у нас у нее становится хуже. С другой стороны, если вы используете эту колонку где-то рядом с собой, то на максимальной громкости ее слушать тоже нету желания и нет необходимости. Так что для высоких громкостей эта колонка у нас, с одной стороны, интересная по звучанию, с другой стороны, все равно она скоро очень отключится. Так что будьте внимательны, когда вы будете покупать эту колонку, имейте в виду именно эту особенность. Во всем остальном, звучание у нее в целом неплохое. И оно, в общем-то, сравнимо с колонкой JBL GO 3. Но все же GO 3 у нас отстает по звучанию. Здесь у нас она интереснее. А также в этой колонке у нас присутствует функция громкой связи. Переходим к колонке MD6110. Эта колонка, как я уже сказал, очень интересна. Интересна она тем, что мы с этой колонки можем слушать музыку также с карты памяти. Плюс, эта колонка достаточно громкая, и по звучанию мне именно эта колонка очень нравится. Звук у нее лучше, чем в колонке Sony, лучше, чем в колонке JBL GO 3, и лучше, чем в колонках Anker Soundcore 2 и Anker Soundcore Select. Сравнимый звук у нее с колонкой MIFO A10, то есть MD6110 и MIFO A10 Plus у нас звучат уже очень похоже, но преимущество все же за этой колонкой. И немножечко лучше у нас звучит колонка Anker Soundcore Flare. К ней перейдем чуть-чуть попозже. Недостаток у этой колонки в том, что неизвестно, сможете ли вы ее сейчас купить или же нет, потому что раньше я видел 3 магазина, которые ее продавали, на данный момент остался лишь один магазин, который ее продает, и стоимость стала в 3300 рублей. Будет снижение стоимости или нет, не знаю, но на всякий случай я все равно про нее говорю, потому что если вам удастся купить эту колонку в районе 3000 рублей, то она интересна и хороша. И аккумулятор у нее достаточно продолжительно держит, и функционал, как я уже сказал, у нее есть в виде воспроизведения музыки через карту памяти. Но помимо недостатка с наличием этой колонки в продаже, также есть еще один неприятный момент. Эта колонка у нас автоматически воспроизводит музыку, когда подключается по Bluetooth, или же когда вы ее включаете, и у нас установлена карта памяти в ней. Она просто сама по себе сразу же включает музыку. И бывает это очень неожиданно, бывает это вообще в принципе неуместно. То есть ты подключаешь колонку для того, чтобы посмотреть, например, какое-нибудь видео или еще что-то такое, а колонка сразу же начинает воспроизводить то, что у вас есть на телефоне. Но, скажем так, это просто некая особенность, которая является некоторым минусом лично для меня. Для кого-то, может быть, это и не проблема. Просто упомянул про нее. И теперь мы с вами переходим к колонке Anker Soundcore Flare. К сожалению, как я сказал, на данный момент эта колонка у нас стоит 4000 рублей. Но купить ее за 3000 рублей, я думаю, что будет реально. Во-первых, на распродаже 11.11 в 2020 году наверняка будут какие-нибудь купоны. Я очень надеюсь, что эти купоны все же будут и получится как-то сбросить стоимость этой колонки. Ну а также бывают акции в магазине ДНС. И именно там я приобрел эту колонку за 3000 рублей, а также видел, что она бывает за 2700 рублей. Поэтому есть смысл, так скажем, подождать какой-то акции, чтобы ее купить. Потому что 4000 рублей для этой колонки, наверное, все-таки немножко многовато. 3500 рублей, ну, скажем так, уже больше подходит под нее. Какие у нас плюсы? Во-первых, звучание в этой колонке одно из самых лучших среди представленных здесь. В целом она звучит отлично. У нее и низкие частоты проработаны, и средние частоты у нее самые красивые и самые взрослые. Вот именно в этой колонке. Высокочастотное звучание у нее, ну, скажем так, на уровне с колонкой MD6110 и Sony XB12. Остальные по высоким частотам у нас несколько уступают. Поэтому приоритет в звуке у меня именно в этой колонке. Мне она нравится. Также дополнительно она берет своим внешним видом. Она выглядит достаточно здорово. И я, как велосипедист, скажу вам, что эту колонку я полюбил именно за то, что мне ее удобно использовать в поездках. Она держит аккумулятор дольше, чем колонка JBL Flip 5. При этом по звучанию она от Flip 5 хоть и отстает, но все же мне звук в этой колонке нравится. И для поездок на велосипеде мне этого звука достаточно. Поэтому, если вы велосипедист, то я вам эту колонку рекомендую. Но желаю вам приобретения этой колонки, конечно же, по цене в районе 3000 рублей. Потому что в районе 5000 рублей у нас уже имеется колонка JBL Flip 5. Итак, попробуем подвести итог. Во-первых, если вам понравилась какая-то из этих колонок, то вы сможете найти ссылки в описании под данным видео на отдельные ролики про эти колонки. Единственное, на колонку MD6110 никакого видео я снять еще не успел. Если вас интересует, чтобы в колонке был порт USB Type-C для зарядки, то у нас выбор только лишь либо JBL GO 3, либо MIFO A10+. Во всех остальных колонках у нас используется порт microUSB. Итак, среди компактных колонок, на мой взгляд, все же интереснее будет покупка JBL GO 3. Несмотря на некие преимущества в колонке Sony XB12, все же у нее есть и недостатки, которые не всегда удобны в использовании. Но здесь выбор делать именно вам. Лично я предпочту JBL GO 3. Дальше у нас колонка идет Anker Soundcore 2. И эта колонка у нас является одним из рекордсменов по времени автономной работы. Эта колонка будет интересна тогда, когда вам нужна максимальная автономная работа от колонки. MIFO A10+, скорее всего, можно называть самым лучшим соотношением цена-качество. Но есть некоторые недостатки, о которых я с вам уже сказал. И по этой причине мне эта колонка все же не понравилась. Но, как я уже сказал, соотношение цена-качество, наверное, самое интересное именно у данной модели. Колонка MD6110 у нас может продаваться под различными брендами. Не только COIN, но также встречается Mighty Rock и еще какое-то название. Но этого названия сейчас я не могу найти, потому что с Алиэкспресс исчезла продажа колонки под третьим брендом. Но, тем не менее, колонка остается очень интересной, с хорошим звучанием и с достаточной автономностью. Если у вас есть возможность купить эту колонку, да еще и по цене ниже, чем 3000 рублей, мне кажется, это будет очень хорошая покупка. Но, в отличие от большинства представленных колонок, MD6110 мы с вами не сможем погрузить воду, ну, если кому-то это важно. Просто помните, что степень защиты от воды в данной модели не позволяет нам погружение в воду. И напоследок у нас осталась колонка Anker Soundcore Flare. Лично на мой слух и лично на мой вкус, эта колонка самая интересная и самая приятная. Она обладает очень хорошим звучанием и на мой личный вкус она звучит приятнее, чем все остальные колонки. К тому же, у этой колонки тоже очень хорошая автономность, что я уже отмечал. И внешний вид достаточно интересный и выделяется среди массы остальных колонок. Поэтому, на мой взгляд, эта колонка будет одна из самых лучших, желательно только ее найти по цене ближе к 3000 рублей. Но тут уже как кому повезет. И помните такую особенность, что все мы с вами слышим звук немножечко по-разному. Поэтому мои вкусы могут немножечко не совпадать с вашими. Если у вас есть возможность послушать какую-либо из колонок до приобретения, то постарайтесь это сделать. Ну а я же с вами прощаюсь, желаю вам хороших покупок и максимальных скидок. До новых видео, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok